Приветствую вас. То, что с вами происходит, я бы описал, как проявление, ну, скажем так, проявление недолюбленности. То есть вы чувствуете, что к вам относятся несправедливо. Возможно, вы чувствуете, что вас недооценивают. Возможно, вы чувствуете, что незначимы, недостаточно значимы. Ну, вы для себя, для других, для окружающих. И, соответственно, вы не можете реализовать это. То есть вы не можете выразить вот эти вот переживания свои. Вы не можете с ними поделиться, возможно. Потому что, опять же, думаете, что вас, ну, не поймут или что-то в этом роде. Как правило, такая история возникает каждый раз, когда, например, в семье нет эмоциональной близости. Такая ситуация во взрослой жизни возникает тогда, когда человек не уверен в себе, когда человек нуждается, ну, в ком-то, когда человек отчаянно нуждается в ком-то. И, соответственно, его потребность в ком-то, она проявляется вот в данных, значит, чувствах. Значит, вам нужно, первое, проследить за своим эмоциональным фоном, проследить за тем, что вы чувствуете. И увидеть, собственно говоря, что происходит с вами. То есть понять, куда восходит это чувство. тоски, значит, куда восходит это чувство тоски, значит, куда восходит эта боль и так далее. Понимаете, то, что вам себя жаль, говорит о том, что вы, к сожалению, не склонны брать ответственность на себя за то, что происходит. То есть вы, например, чувствуете, что вам, ну, дискомфортно, что вам неудобно, что вам тяжело, что вам неприятно, вот. Вы это все чувствуете, но вместо того, чтобы делать что-то, вместо того, чтобы менять что-то, вместо того, чтобы как-то прикладывать усилия для перемен, вы вместо этого предпочитаете себя жалеть. Вот это происходит из-за неверой в свои собственные силы, либо установки, что так и должно быть, что вы, грубо говоря, должны страдать. Соответственно, обратите внимание, обратите внимание на то, по какой причине, из-за чего вам себя жаль. Что именно вам, что именно у вас вызывает чувство жалости к себе. Какое именно, ну, какое обстоятельство, какая ситуация, какой расклад. Подумайте об этом, ибо это важно, очень важно. И далее, подумайте, что вы можете изменить. Понимаете, у вас вопрос, что это со мной, да? Что это со мной такое? Это вопрос. Но вы не спрашиваете, как, например, мне избавиться от этого? Как вы изменить это? Вы спрашиваете, что это такое? Я задаю вам встречный вопрос. Станет ли вам легче, если вы узнаете, что это такое? Я думаю, нет. Вы довольно серьезную, ну, я бы не сказал проблему, довольно серьезную ситуацию, да? Описываете всего лишь несколькими строчками. То есть никаких подробностей вы не указываете. Никаких деталей вы не раскрываете. Это говорит о том, что возможно, только возможно, я не утверждаю этого наверняка. Это говорит о том, что возможно, вы либо сами недооцениваете свою проблему, либо вы не хотите ее менять, либо вы не верите в то, что ее можно изменить. Либо вам выгодно, вот в чем-то и чем-то, вам выгодно находиться в этом для себя состоянии. Соответственно, если это так, если вам выгодно находиться в этом состоянии, если вам это что-то дает, то вы, соответственно, не избавитесь от этого состояния, вы не уйдете от него до тех пор, пока... До тех пор, пока не обратите внимание на выгоду. То есть до тех пор, пока вы не увидите выгоду в том, что происходит с вами, до тех пор, пока вы не обратите внимание на то, что вы получаете, и не включите вот это, то, что вы получаете в... Ну, свое восприятие. Ситуация, к сожалению, так и будет повторяться. Ситуация, к сожалению, так и будет происходить далее, снова и снова. Подумайте также еще и о том, по какой причине вы так мало написали о своей проблеме. Это, на мой взгляд, тоже очень важно. На этом все, я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok